3 октября весь мир отмечал Всемирный День Ходьбы. В России спортивному празднику дали свое название – Всероссийский День Ходьбы. В Люберцах его по традиции отметили в Центральном парке. Участники – старшее поколение люберчан. Подробности мероприятия у нашего корреспондента. Серое небо, ветер и мелкий дождик. И все это не пугает. В Центральном парке десятки спортсменов, которые, несмотря ни на что, решили выйти на дистанцию. Николаю Денисову 82 года. Пришел вместе с супругой и дочкой. Северной Ходьбой увлекся около года назад. Для укрепления тонуса здоровья. Торжественное открытие. Спортсменов поздравил первый заместитель председателя Совета депутатов Александр Шлопак, который пожелал ходокам бодрости духа и отметил, что у спортсменов нет плохой погоды. Одинавская ходьба, ты теперь моя судьба. С двумя палками хожу и здоровьем дорожу. Спортсмены приехали из Малаховки, Тамилина, Октябрьского и, конечно же, из Люберец. Несмотря на стойкость участников, поправку на непогоду организаторы все же сделали. Сегодня у нас погода достаточно серьезная, но люди у нас настойчивые. Пришли сегодня, не взирая на этот дождь, мы сократили нашу дистанцию с полутора до 750 метров. Но сначала разминка. Провела ее инструктор по легкой атлетике Ольга Фонина. Участники растянули плечевые и тазобедренные суставы. Упражнение для всех группы мышц. Каждое упражнение влияет по-своему. И на всю группу мышц. От верха до низа. Шейный отдел. Всех отдел. Дистанция – главная аллея Центрального парка. Спортсмены опытные преодолели быстро. Галина Федотова занимается северной ходьбой 10 лет. Причина – начала болеть спина, колени. Сейчас личный рекорд – 12 километров. Я все еще хожу. Мне не стали делать ни операцию, ничего не нужно было такого. Поэтому здоровый образ жизни – это полезно. По итогам захода победила дружба. Поощрительные призы, термосы получили все участники. Осенью и накануне зимы, как отметили люберчане, это самая практичная награда.